александр приветствую тебя приветствую артём доброе утро дорогие друзья традиционная для вторника совместная встреча контент в принципе друзья как вы знаете подразумевает два способа анализа рынка технические фундаментальные мусористов совмещаем два подхода этих даем конкретного рекомендации опять же александр делает очень много акцента на возможности которые есть в криптовалютной индустрии мы за ней разумеется тоже следим потому что все прекрасно помним какие движения могут там проходить и соответственно все умеем считать даже при торговле с небольшим ключом как все это конвертируется просто я делаю акцент так просто чтобы было еще выбирать на традиционные финансовые активы которые в принципе тоже в последнее время ходят и полагаю что друзья еще не финал вот этим мощным движением они должны стать еще более динамичными потому что никто не отменял такого понятия как предрождественская рак напомню что рождество уже пятницу соответственно если рынок хочет нам показать что-то интересное если хочет оправдать статус того что под конец нового года всегда происходит что-то интересное то у него по сути осталось несколько дней чтобы подтвердить и повторить эту старую добрую традицию я думаю что ралли будет хотя честно говоря ожидал что оно должно было последовать еще на прошлой неделе когда было по сути целых пять дней заседания центральных банков от резерва до банка японии но особо финансовые рынки не раскачали эти события поэтому я допускаю что на тонко низко ликвидном рынке даже какой-то незначительные маломальский новостной фон может все-таки спровоцировать мощные движения я предлагаю к демонстрации экрана перейти секундочку у меня на самом деле из всего многообразия тех возможностей которые сейчас безусловно есть на рынках особенности говорить про вероятность высоких интенсивных движений ближайшие дни я все-таки фокусируюсь пока что на нескольких идеях инструментах которые как мне кажется интереснее прочих ну хотя бы скорее за новостного фундамента который вот в частности в квартире эндереброзоны еще у меня будет сделка по британской валюте но и индекс доллара традиционно сопутствующий актив который постоянно комментирую сейчас на настроение трейдеров негативным образом конечно же влияет ситуация с ростом количества заболевших новым штаммом микро причем раньше еще буквально три недели назад было очень много новостных заметок относительно того что микрон это не проблема это не вызов потому что не провоцирует такие показатели госпитализации он не приводит к летальным исходам таких же соотношений как это было с дельта штаммом но я также несколько недель назад призывал все таки всех не торопиться с выводами не верить тому что говорят на первых порах потому что для того чтобы делать такие объективные умозаключения нужно проверить все временем сейчас ситуация ухудшается что в принципе доказывает что микрон это проблемой все таки эту угроза распространяется активнее чем дельта это уже подтверждено представителями всех региональных министерств здравоохранения всего мира и ситуация с действиями на власти по ограничениям доказывает тот факт что приходится бороться с этим темпом распространения только лишь изолируя людей вводя меры социального дистанцирования ограничений причем раньше можно было говорить только об отдельных регионах есть например австрии допускать возможность каких-то карантинных ограничений в италии в германии сейчас этот список уже довольно обширен по странам франция германия нидерланды дания новая зеландия соединенные штаты америки и собственно эпицентры сейчас микро штамм это англия где выходные в лондоне кстати было введено чрезвычайное положение потому что больницах по сути не оставалось уже свободных мест и вот этот режим чрезвычайного положения он может быть накинуть сейчас на всю экономику англии потому что последние сводки у меня постоянно вот работает блумберг и по возможности делаю отсылку на него потому что блумберг а для многих это вообще самое передовое что есть в мире новостей на финансовых рынках борис жонсон допускает возможность введения полноценного общенационального локдауна который был в двадцатом году уже до этой пятницы потому что ситуация требует таких же превентивных агрессивных и жестких мер кто посмотрит статистику в англии за последние сутки 90 тысяч новых случаев заболеваний это рекордный показатель с двадцатого года в общем фон так себе скажем так настроение с этим подавлены я рекомендую друзья использовать этот фундамент как возможность либо усилить свое представление и убедиться в том что вы правильно делать если шортить евро а если нет то найти возможности сейчас в плане каких-то уровней для того чтобы за шортить евро либо стекущих либо чуть повыше вот у меня на графике раз есть уровень верхней границы нисходящего канала она выпадает на диапазон 1 13 чуть выше оттуда идет разворот постоянно европейской валюты а сейчас когда мы готовимся более жестким ограничением еврозоне а этот разворот может быть прям по щелчим мгновенным потому что есть опыт уже наблюдение за поведением евро как европейская валюта реагирует на новый локдаун про зоне исходя из 20 и больше часть 21 года я думаю то что евро вот по факту ожидаемого сначала предрождественского района потом предновогодний может еще дать на 100 150 пунктов ниже я это говорю на своих брифингах и сейчас пользуюсь возможностью также хочу отметить наличие такого потенциала для снижения поэтому уровне друзья чуть выше отметки 1 13 мне кажется прям если можно так выразиться шоколадной для того чтобы поставить на шорт даже с коротким стопом там районе 1 1350 1 1360 и ждать соответственно евро ниже по фунту ситуация такая же только лишь хочу отметить что по фунту если снижение будет она будет куда более значительным чем по евро потому что еврозоне все-таки жестких локдаунов когда людей прям сажают дома верно не будет вот в англии они более чем реально я рекомендую смотреть на уровне 132 потому что если новость об этом появится сегодня например в течение дня либо на завтра то фунт потеряет полторы две фигуры легко пробой отметки 1 32 может как раз стать очень хорошей точкой входа на вот этот на шорт чтобы поймать все нисходящее движение тоже довольно с консервативным стопом 1 13 точнее 1 32 50 1 32 60 каткосрочная сделка но с потенциалом который обычно свойственен долгосрочным трейдер снижение также значительные с целями если по евро доллар я евро-доллар жду 1 1 11 11 10 по фунту также ориентируясь на планку на диапазон 1 31 31 и индекс доллара который никак не может вырваться из-за диапазона который находится долгий период времени ну это очень скоро произойдет потому что после последней позиции и риторики резерву по ужесточению монетарной политики очевидно что перспектива сокращения программы количественного смещения повышения процентной ставки не даст доллару насладить поэтому друзья смотрим на уровень 96 60 и смело оттуда берем с целями 97 50 98 может быть даже и выше александр слово тебе благодарю артем если тебе будет несложно включить еще раз фунт очень интересная закономерность которая просматривалась с того графика который ты показывал и на это стоит обращать внимание тем трейдерам возможно у которых не такой большой опыт как у остальных как видите в районе 1 32 1 31 8 очень много хвостов которые возникают благодаря тому что идут сильные снижения резкий слив и потом выкупают вот эти вот все стопы хвосты это стопы трейдеров поэтому будьте предельно осторожны когда вы будете открывать сделку в ту или иную сторону потому что примечательно что с этой зоны почему-то хвосты идут именно на выкуп из этих хвостов начинаются какие-то движения и нужно нужно все-таки будет понаблюдать за этой зоны почему это происходит потому что в таких случаях очень часто трейдеры заходят позицию в одну сторону либо другую и вот эти хвосты их выносят возможно есть смысл дождаться вначале хвоста потом после хвоста открывать уже сделку это такое субъективное мнение со стороны и я перейду к своим графикам чтобы не нагружать сильно вашу вашу торговую стратегию ребят она у всех индивидуальная и мы сейчас попробуем посмотреть что же касается ситуации на российском рынке если видно пожалуйста скажите что с вами графиком на сегодня как мне показалось неплохо выглядела пара доллар рубль на шорт почему потому что исходя из дневного графика который мы сможем сейчас наблюдать на экране мы видим что было какое-то снижение длительное потом был резкий импульс выкуп затем инструмент откатился и вот после этого отката хотелось бы чтобы он пошел на перехай этого к сожалению не произошло и снова начинают давить и у меня на экране вы видите есть скользящая средняя очень часто использую ее на дневном графике как показатель уровня от которого цена может дальше опускаться либо наоборот подниматься выше вот и на текущий момент мы видим что вблизи этой скользящей средней произошел ложный пробой один ложный пробой второй и начинается разворотная фигура сформировалась начинается движение вниз скорее всего цель этого движения будет в районе 74 800 плюс минус там 50 пунктов и в случае обновления минимума который у нас пришел с 13 декабря на отметке 74 774 мы будем рассматривать дальнейшее движение в шорт и цели там могут быть более глобальные если все будет так складываться то есть говорить о 71 с половиной это конечно достаточно оптимистично поскольку это 4000 пунктов надо чтобы инструмент упал с текущих точек и я думаю что это очень сильное снижение будет на случай если как раз вот от 13 числа лоу будет пробит но опять же мы можем говорить и анализировать все что угодно но скажем к сожалению я не не берусь делать такой прогноз глубокий в районе 71 с половиной сейчас это точно 74 где-то 700 75 700 74 800 ну и дальше можно будет смотреть по ситуации то есть пока на данном этапе пара доллар рубль смотрится в шорт но многие из ребят могут не согласиться я прекрасно понимаю потому что есть разные предпосылки к тому что здесь происходит набор позиции можно смотреть на лонг на лонг бы я смотрел только выше эти почти сверху то выше 76 там 130 150 не более того исходя из других инструментов мне пока нравился газпром потому что он более-менее удерживаться раз пост выкупили была попытка залить второй хвост на дневке выкупает и мы подходим к верхней границе нисходящего канала которая формирует нисходящее движение по тренду если нам удастся там зафиксироваться пробить ее у нас конечно же будут другие уровни такие как зона 36000 по фьючерсу на газпром и там можно будет уже смотреть как либо закрытие позиции либо что инструмент будет делать дальше как он будет пробивать этот уровень либо наоборот будет откататься там будут формироваться ложные пробои и тогда уже принимать окончательное решение закрывать позицию либо наоборот открывать фрешок это что касается ситуации по российскому рынку в принципе здесь как мы всегда привыкли ожидать ты кстати заметил тоже ралли которое должно было начаться еще на прошлой неделе его не происходит остается тут буквально 10 дней до нового года ну если торговый смотрите того меньше и ситуация ситуация достаточно критичная по той причине что очень много внешних факторов которые влияют на события на фондовых площадках и не дают возможности пока начать это предновогоднее ралли рождественской ралли и многие оказываются очень неудобные позиции поскольку концу года обычно многие трейдеры показывают хорошие результаты своим инвесторам фонды показывают своим клиентам и так далее и вот сейчас не совсем понятно как этот год будет закрываться для многих финансовых структур но напомню есть очень один хороший положительный момент связан с российским рынком всегда после новогодних праздников имеется ввиду там 3 4 что надо посмотреть когда открывается конкретно биржа всегда идет рост вот сколько мы торгуем российский рынок всегда вот в этих первых числах всегда идет рост рынка и достаточно сильно поэтому если у вас будет возможность понаблюдать либо поучаствовать в этом росте пожалуйста не забудьте об этой мысли которая вот сегодня проскользнула в нашем эфире что касается других других финансовых площадок таких как криптовалюта рынок тут в принципе слава богу богу знаете мы уже начинаем говорить что это криптомен какой-то отскакивает рынок надолго и потому что все смотрится очень печально на самом-то деле вот глядя на ситуации которая у нас формируется по рынку все смотрится очень плохо и если нам удастся вот это вот как-то пробить закрепиться выше это будет хорошо да у нас очень много здесь как видите линии тренда восходящих нисходящих горизонтальных линий на самом-то деле смешно выглядит но она все практически все отрабатывает и криптовалютный рынок у него есть такая закономерность наклонные линии тренда для него очень важны и здесь посмотрите когда инструмент падал снижался то есть мы ее растягивали отсюда 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 и здесь пробили наконец-то пошло какое-то движение здесь пробили линии тренда пошли наверх поэтому мы надеемся что в случае пробития вот текущей линии тренда которая сформировала нисходящий тренд с ноября месяца возможно мы увидим вновь какое-то восстановление потому что многие опасения связанные с тем что биткоин пойдет в район 30 спровоцирует снижение альткоина просто пол они очень долго потом будут восстанавливаться это займет около двух-трех лет и многие трейдеры не готовы просто столько ждать мы уже видели такие периоды ранее прошлом поэтому будьте внимательны и если есть возможность на отскоке там выйти частично деньги чтобы на случай если вдруг будет сильное падение вы смогли закупиться ниже да есть такая рекомендация но но говорится все ждали поход на 100 вот здесь а по факту мы увидим 30 вот важные уровни 42-44 с половиной если они будут пробиваться тогда действительно мы будем уже смотреть зону 30 тысяч откуда начиналось это все движение и делал перехать но очень важно удержаться от видео зажали зажали наверное в таком я даже не знаю как это назвать у вас в техническом анализе в трейдинге на форекс на рынке это называется либо рубин либо алмаз как то что-то в этом роде есть фигура такая вот и похоже она тут и вырисовывается еще не хватает вот здесь одной линии будет все красиво и вот выход из этого скажем так бриллианта покажет нам дальнейшее направление пока смотрится не очень хорошо даже с учетом текущего роста я не хочу надеживать ребят есть сильные инструменты посмотрите биток вниз перехать мать их держится солана плюс минус держится есть сильные проекты которые действительно собой что-то представляет это база для будущих новых криптовалютных идей проектов которые формируются на этой платформе и соответственно на по этой причине держится потому что для того чтобы ее создавать там нужен сам блокчейн и нужен нужна солана как монета данных некоторых моментах для чего-то соответственно выбираете старайтесь выбирать сильные инструменты которые зарекомендовали себя очень хорошо и выглядят технической точки зрения сильнее биткоина потому что только bitcoin начинает корректироваться вы можете даже по списку заметите альткоины которые остаются хотя бы в нулевой зоне либо в пульсе вот они выглядят сильнее да и если одни из них делают еще перехай это очень хорошо на текущий момент я пока не даю никаких рекомендаций по криптовалютному рынку предлагаю оставаться в позиции кэш если такое возможно если же нет пока оставаться в стороне либо наблюдать за происходящим на рынке развязка которая отсюда должна произойти она скоро будет и мы увидим куда все-таки направлены мысли игроков на криптовалютном рынке и куда же нам с ними надо будет торговать и присоединиться к этому движению выглядит на сегодняшний эфир плохо но я надеюсь что эта ситуация очень быстро разрешится и мы снова сможем улыбнуться графику биткоина александр спасибо тебе за такой подробный анализ традиционно от тебя криптовалютной индустрии следим даже тем кто не интересуется конечно тоже интересно продолжится это нисходящее движение либо будут уровни ниже и ниже как ты отметил 30000 видно даже прогнозы снова возвращение к 10 в общем покажет только прогноз друзья время покажет развязка действительно я думаю что уже очень близка либо будет прервано это нисходящее движение и снова на рынок вернуться крипто энтузиасты крипто оптимисты либо все-таки на какое-то время придется еще повремениться от этих новых позиций подождать более оптимальных точек вот поэтому присоединяюсь к рекомендации александра сейчас находиться в кэше да и в принципе находиться в кэше перед праздниками это правильная позиция ну для рынка криптовалют сейчас это правильно по войне ну что спасибо тебе за анализ тогда хорошего закрытия недели понимаешь сегодня только вторник но у нас так и фирс складывается следующей неделе это уже по сути за несколько дней до нового года посмотрим надеюсь что следующий форме будет возможность сказать уже о начавшимся или уже пройденном новогоднем ралли будет интересно спасибо спасибо артем дорогие друзья хорошая неделя хороших сделок и будьте предельно осторожны увидимся в следующий форме всем пока 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 Продолжение следует...